Ну что, герои, а? Ну, я надеюсь, я уже могу к вам так обращаться? Да? Ну, вы успели себе хоть какие-нибудь уже там подвиг оформить? Потому что на России это сейчас элементарно. А с учетом там новогодних скидок, скидок по 23 февраля, там, короче, таке, вот, знаете, ощущение, что народ только сидит и думает, как бы то его еще цену геройством занизить. О, уже дошло до того, что, знаете, можете себе вот так хоть всю грудь орденами завишать. И с одной единственной зарплаты, да. Ее хватает на то, чтобы сам Геракл со своими вот этими знаменитыми 12, да, будет вам завидовать, да, и умываться слезами в истерике, поверьте. Российские магазины торгуют медалями ДНР. А ну, 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 давайте, давайте, ну, давайте позырим, что там интересного, может, предлагаю, да. О, а заодно, может, и поймем, нафига, вот это все шапитопят видом народных республик, что ее в свое время придумали, да, и какие геройства там нынче в почете, да. О, а ну, короче, за что там награждают, да. Военпро, тот самый военторг, медали ДНР, звезда героя ДНР, 719 рублей. А, ну, короче, какая страна, такие герои, да, ну, что мы имеем? Смотрите, мы имеем страну, извините, конечно, за выражение, да, но в какой герой вы можете стать со скидкой за каких-то несчастных 12 баксов? Да, ну, согласится, все-таки, что, ну, какую-то другую такую страну в мире с такими дешевыми героями вы, ну, от вряд ли найдете. Ну, а если там оптом будете брать или что, ну, я думаю, что доплатите еще пару каких-то баксов, то вашим именем там сразу целый микрорайон назовут, ну, пожалуйста. Вот, и это имейте в виду, что це ще сама дорога медаль в арсенале этой гордой республики, а, ну, любый другий героический статус вам выпишут там за ще более такими бюджетными расценками. Орден ДНР за воинскую доблесть первой степени, второй степени, награда третьей степени, все по 629 рублей. Ну, короче, какую бы доблесть ты там не совершал, 10 баксов на бочку и ты свободен. Все, все. Ну, стандартно такая, знаете, такса любого уличного попрошайки в бездуховной Америке. Только там ты за ци бабки ты даже так долго в Макдональдсе не похаваешь, да? А тут ты заслуженный орденоносец. Ну, а там уже какие-то конкретные подвиги, ты, пожалуйста, чуть-чуть доплачуешь и подбираешь себе по вкусу. Без проблем. Медаль за оборону Славянска. Также можно утверждать, что награда Новороссии – это новое слово в мировой фалеристике. Совершенно согласен. Смотри. Ну, раньше как было, да? Вот залазишь ты там в чужой дом воровать, да? На тебе сразу там менты какие-то набрасываются, значит, в тюрьму там тебе. А тут не так. Тут все. Тут по-другому. Тут тебе за це слава и почет. Ну, действительно, какие-то новое слово в мировой билетристики или какие-то, да? Ну, а если вдруг тут так случится, что тебе с места преступления погонят сраной метлой, да? Не волнуйся, не плачь. Тоби за сам факт гоп-стопа тоже уже там награда обеспечена. И не за дорого. Медаль за освобождение Славянска. За освобождение. А, так, да, ну, действительно, там же же укропы город освободили. А это награда людям за то, за то, что от них то якраз город освободили. Понимаете, да? Ну, и городу радость, и бандюганам будешь вспомнить в конце концов. Ну, а если так продолжить логическую цепочку, так, а там нема ордена за полученный подсрачник или что-то такое? Нема? Странно. Я думаю, за такие точно надо награждать, а особенно за то, если ты обосрався во время этого подсрачника. Причем, заметьте, там же же, ну, по факту обсыраться даже не надо. Там достаточно только систи, так, помечтать. Если твоя фантазия окажется достаточно буйной, да, ты получишь не только вот такие болт, да, а и медаль до него в комплекте. Медаль Новороссии за освобождение Одессы. Медаль за взятие Львова. Медаль за взятие Киева. А, я, конечно, извиняюсь, а за оборону Атлантиды или за освобождение Нарнии, там, никаких наград нема? Зря, зря, я думаю, котировалось бы не меньше этих, да. Больше, а вы сейчас с секунды боялись в эти города потыкаться, да, а там делов-то, слушайте. Блин, платишь 529 рублей, все, любой украинский город тут же стоны под твоим кованым сапогом. Это вот маршал Жуков, например, вот я так понимаю, в свое время тупо пожлобовся. Надо было, а то не листы, а то и Берлин, да, а просто систы, и там в ставке верховного главного команды еще скинутся по 10 рубасов. Все, и Берлин наш. О, ну, це, конечно, не Киев, не Одесса, там, конечно, за 500 рублей там дело бы не обошлось, там, ну, думаю, за косарь легко бы договорилось. Легко. А тем более, вы же обратите внимание, оно же все дешевеет и дешевеет. Надо было просто систы и подождать, вообще Берлин со скидкой бы взяли. А тут, считай, уже оно, смотри, за полторы тысячи можно всю Украину почти освободить, да, это цена, так, я так понимаю, до 5 бутылок водки или, там, мешка боярышника. Вот, а это при том, что оно же, наверное, еще и дальше дешевить будет, да. Я думаю, там еще годик второй таких освобождений, и вот этот весь металлолом скоро на всех улицах России бесплатно раздавать будут, да. Хорошо, что там еще интересного? Значок с Орлом «Стоим вместе» 224 рубля. А тут даже я немного растерялся, что же за награда такая интересная, да. Это, наверное, знаете, вот, когда ты приходишь на автобусную остановку, да, и стоишь, ждешь автобус, а смотришь, с тобой рядом мужики какие-то стоят, ты до него подходишь, говоришь, слышь, Орел, то бы нема случайно 224 рубля, а? А если попрыгать? О, ну и, короче, если отдаст добровольно, о, ты ему просто улыбаешься и говоришь, ну что, хорошо стоим. Да, ну, это опять же ж таки, это смотря с кем стоять. Вот есть люди на России, да, с кем и постоять будут, ну, я вам скажу, вот эта процедура обойдется намного дешевле. Значок с Путиным 179 рублей. Не, ну, тут понятно, за что скидка. Ну, вы рожу его там бачили, покажи им еще раз, покажи. Слышь, так тут рядом с таким чуваком пару минут постоишь, и потом, ну, действительно, всю ночь кошмары сняться будут. Вот, так что вам, Владимир Владимирович, что-то думать надо. Ну, вам действительно, с такой кислой рожей, я там классик говорю, да, тебе денег никто не даст. Вот, потом, ну, хотя, знаете, вот есть один вариант, есть один вариант, при котором от этого даже чувака можно, ну, намного выгоднее продать. Да, он одного ж так, гляньте, как выгодно в свое время монетизировали. Медаль «Камбрик призрака» Алексей Мозговой. В наличии 539 рублей. В каком наличии, блин? Вот именно благодаря его полному отсутствию с ним теперь постоять можно в несколько раз дороже, чем самым отым криворожим Путиным. Вот, бачите, вот стоило чувака только вовремя грохнуть, тут же, тут же вот в цене поднялся. Понимаете? И я так, насколько я знаю, там же ж тем чувакам, які так удачно удорожали этот проект, им же ж тоже специальную награду выпустили, да? Медаль «Лейнеры за заслуги». А там, бачил, вот этот заслуженный человек, он вот такой позе изображен, да? Вот, как раз в момент, когда он вот этих всех полевых командиров на заслуженную пенсию отправляет. Ну, покажи им еще раз. Я вот единственное, что не понимаю, что вот эти все награды, они находятся в соответствующем разделе. Ну, там же ж есть, ну, я ж бачиваю, там специально на сайте отдельно указаны. Финальная ликвидация. О, так, ну, слушайте, давайте туда заглянем, ну, хоть узнаем, в який бюджет, ну, вот, ликвидация всех местных террористов обходится. Жетон «Денеры» на шею, 199 рублей. Как-то вот недорого эту публику, я так понимаю, там оценивают, да? Ну, просто их лишнее напоминание, что тут тебе за 200 рублей за нефиг могут урекать. Вот так уздечку на шею и досвидос. Во, а это временно живым, чем там можно себе украсить так, а? Фрачный значок «Новороссия» 224 рубля. Так я не понял, а вы что там действительно во фраках ходят? Ну, а там действительно есть куда в них выйти? Не, а что такое? А, да, а говорят, сопли помешали, да. Святочный бал в Луганске перенесли из-за карантина. Ха, это же не задача. Местная аристократия, я так понимаю, в легком шоке, да? Ну, откуда им теперь со своими регалиями податься, да? Ну, что, зря, что ли, друг другу сколько там титулов понараздавали, а? Главе Дидеры Александру Захарченко присвоено воинское звание генерал-майора. А, подожди, а ты, ну, точно это звание правильно прочитал, да? А ты это слышал, ему бумаги на подпись принесло, и он реально испугался, отнекиваться давай. Говорит, что это за звания такие? Генерал-минус-майор. Да ну нафиг, это что, для того, чтобы меня поёкту поурезать, да? А можно мне, ну, вот, например, генералиссимуса и дополнительную банку сгущенки? Тогда я без претензий. Так, ну, а, в общем, вы поняли, да, там жизнь, оказывается, бьет ключом, а мы тут даже с вами, вот, как-то и не в курсе. Там я как раз, слушай, там я на сайте этот раздел бачив, как раз, соответствующий, там самое читаемое, да? Давайте туда сейчас заглянем, ну, просто хоть узнаем, чем эти страны живут, да? Вот, что там такие самые интересные для людей происходят, а? Самое читаемое. СБУ лишило соцспособий 800 жителей Луганщины. В луганском кафе произошёл пожар. Охренеть, слушай, так там целое кафе, оказывается, было, да? Хотя правильно, что его спалили, кому оно нахрен уже сдалось, да? СБУ уже больше денег не даёт. Вот, ну, за что, собственно говоря, эти люди с оружием в руках-то и боролись, так что, я думаю, они же без претензий, правильно? Да? Ну, а раз бабок нема, так что вы только кафе спалили? Палить нахрен все остальные, там магазины, але, не, магазины нет. А, говорят, нашли магазинам применения. А, хотя знаю месту публику, я догадываюсь, яке. Сотрудники оперативно-поискового отдела раскрыли кражу по горячим следам. Блин, это же, наверное, там какие-то, вот, целое преступление века, да? Вот, ну, раз там целую статью, вот, на сайте зафигачили, да? Во, ну, так, ребят, мы ждём подробностей, ну, давайте, давайте, интересно. Так, 5 января 2017 года в дежурную часть, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, обратилась гражданка 84-го года рождения с заявлением о том, что Трамп Папам из её магазина неизвестный похитил товар. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин 78-го года рождения. Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства спортивные костюмы, женские колготки, проводятся следственные мероприятия. Так а что там те мероприятия проводить? Вот, ну, тот же же этот спортивный костюм, а вот, собственно говоря, и след, по якому от этого местного Клайда и вычислил. Да, я бы вам ещё и колготки показал, да, но в них как раз местная Бонни была одета, и она, да, она там тоже свои горячие следы доставила, но немного не эфирные, да, она всё-таки по телевизору. Вот, так что вы давайте стирайте эти колготки, посушить на батарею и бегом назад вот на витрину. Ну, надо же хоть немного как-то ассортимент товаров в местных торговых точках разнообразить, да? Сотрудники МВД в 2016 году изъяли из незаконного оборота два града и зенитную установку. То есть, ну, если это всё вот воно фигурировало в незаконном обороте, то я так понимаю, воно и в законном обороте есть. Правильно? Хрена себе, слышишь, чтобы страна военторг, вот это у людей замашки, да? Так что, ну, собственно говоря, и неудивительно, что они с такими замашками потом постоянно только и норовят вот мировой геополитикой порулить. А там иногда, знаете, там иногда вот как начнут, вот я вам сейчас покажу. Я вам сейчас, вот держись, планета, всё, всем стоять хозяин прошёл. Официальный комментарий Владимира Бедёвки о негативном наследии уходящего президента США Обамы избранному президенту Трампу. Ну? Все прониклись уровнем подачи, а? Это вам не какие-то там неофициальные трындёжные-то там, да? Это официальный комментарий от самого Владимира Бедёвки? Тут, ваше сердце, то ничего, что мы вас без графского титула тут представили. Ну, если что, то там на сайте так написано, мы вообще тут ни при чём. А прикиньте, какая там сейчас паника в этом Белом доме их нема? Обама той, наверное, вообще сразу забухал, да? Ну, вы ж бачили, как её Бедёвка прям под корень так срезав? Причём, як там сам лично снизошёл? Да и Трамп, видно, тоже там в панике срали. Он же не опытный, он же не то, что этот Бедёвка, да? О, горе мне, горе, говорит, блин, ну ёлы, ну не может в отставку сразу подать, а? Спроси, говорит, у этого Бедёвки, ну может, что посоветуй? Потому что, ну, блин, ну я не знаю, что делать, да? О, ну я так, короче, вы понял, да? Это вам не просто какие-то там уже сранние народные республики, это вам уже, ну, я, это, блин, как же её назвать правильно? А сам его не там, я, ну, предпочитает именоваться. Игорь Плотницкий открыл в цирке главную ёлку республики. Тут согласен, да, цирк, вот это самое действительно подходящее этому всему название. Только единственное, что цирк какие-то странный, согласится, да, чё там одни клоуны только? Да, и вы, кстати, тут интересовался, кому нахрен эти все сранние награды, кому они вообще нужны, да? Так клоунам же! В русском мире такие клоуны, что они без этих, ну, блестящих побрякушек, они на арену тебе в жизни не выйдут. Нет, ты чё. Ватра вата, звучит хата, вата вата, тут моя хата.